Марк Захарович, Россия продолжает обстрелы мирных городов Украины. Как вы прокомментируете сегодняшние события? Ну, в общем, ничего здесь нового нет. Это ожидалось. Эти обстрелы анонсировались даже украинской стороной. Говорилось о том, что надо готовиться к тому, что эти обстрелы продолжатся. Ну, это вот та логика, что Москва выбрала стратегию и тактику в виде ударов по гражданской инфраструктуре. Так что здесь как бы все предсказуемо. Вопрос заключается, появились ли у Украины средства противодействия этому. И средства оборонительные, и средства ударные. Вот то, что это совпало, я думаю, что это, безусловно, военное какое-то решение. То, что по Энгельсу в Саратовской области, я там в тех краях бывал, кстати, попало, значит, по аэродрому по военному. Ну, и две машины ту вроде как пострадали, пока еще нет подтверждения окончательного. Но это уже новое. То есть, наряду со средствами защиты, которые мы не знаем, насколько эффективно сегодня сработали. Об этом заявит, наверное, ВСУ и так далее. Так сказать, все эти противовоздушные средства и противоракетные. Но, во всяком случае, уже точно ясно, что следующие удары не обойдутся без превентивных действий украинской армии. А может, и последующих после этих ударов. И это уже не будет одностороннее, безнаказанное воздействие на критическую, так называемую, инфраструктуру. Ну, читай, по гражданскому населению удары со стороны Москвы. Так что, это новое. И надо надеяться, что у Украины будет больше средств для ответных ударов. Тогда это даст повод задуматься, а стоит ли продолжать эту стратегию и тактику. Я бы так сказал. Продолжение следует...